В Архангельс теперь можно будет долететь на Боинге. Авиакомпания «Нордавиа» с 3 ноября забазирует в столичном аэропорту крылатую машину марки «Боинг-737». Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона сообщил генеральный директор Анаринмарского объединенного отряда Валерий Остапчук. Помимо прочего, обсудили и другие не менее важные вопросы. Оперативное совещание начали по традиции с отчета стражей порядка. Олег Елиных доложил об осложнившейся в связи со снегопадом дорожной обстановке. О работе коммунальных служб на дорогах и тротуарах отчиталась Татьяна Федорова. Она сообщила, что на уборку снега направлено 16 единиц спецтехники. Глава региона Игорь Кошин в свою очередь обратился к мэру с просьбой ускорить работу по проведению освещения дорог в микрорайоне авиаторов. Есть обращение от жителей. Посмотрите по освещению вот этой дороги. Проектная документация завершена и работа, думаю, в течение двух недель будет выполнена. То есть в течение двух недель получится осветить, да? Да. Хорошо. И посмотрите совместно с нашими специалистами по автобусным маршрутам. Есть необходимость добавлять? Нет необходимости? Хорошо? Значит посмотрите эти вопросы. Транспортная доступность и освещение. Поговорили и о сельском хозяйстве. Олег Белак сообщил о ситуации по убойной кампании. В СПК «Красный Октябрь» она уже началась. На текущий момент убой оленей составил 30 тонн, что составляет половину планового показателя по поставке оленины из этого СПК на Наринмарский месокомбинат. Также руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК привел цифровые показатели по выдаче разрешений на осенне-зимнюю охоту. На текущий момент выдано более 900 разрешений – 864 на птицу и 81 на животных. По словам Олега Белака, в связи с очень высокой активностью жителей Ненинского округа в сфере охотничьих отношений возникла необходимость проведения встречи с охотниками. Я думаю, что подобное совещание мы проведем 27 ноября в 3 часа в помещении Департамента. Поэтому у меня большая просьба к главам муниципальных образований, чтобы они разместили такие объявления. И мы готовы выслушать все мнения и предложения, что называется, с мест от наших жителей. В ходе оперативного совещания стало известно и о том, что компания «Нордавиа» забазирует в аэропорту Наринмара самолет «Боинг-737». Он будет выполнять ежедневный рейс до Архангельска. Кроме того, с понедельника по пятницу рейс будет стыковочный в 8.30 на Архангельск и в 10.30 из столицы Поморья в Москву. По пятницам стыковка с Санкт-Петербургом. Попасть в город на Неве прямым рейсом жители окружной столицы смогут по воскресеньям. Сохранится и ежедневный рейс на Наринмар-Москва авиакомпании «ЮТЕР». Коми «Авиатранс» также продолжит летать по маршруту Наринмар, Сыктывкар, Киров и обратно.